Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Тору. Всем доброе утро, всем доброе, добрейшее утро. И мы сейчас во всем мире начинаем изучать Тору из Иерусалима. Это удивительно, еще раз не перестаю удивляться, каждое утро, слава Богу, что мы живем в такое интересное время, когда я сижу в Иерусалиме и Малка Баик рассмотрит Тору где-то, где она находится. И каждый, кто хочет услышать слава Тору, может просто включить в фейсбук или выйти на сайт, выйти на сайт воикра.ком. И очень отлично, это прямо удивительно. Хорошо. Всем бог вертов, и мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. Сегодня у нас 23 глава, 23 глава. И отрывок сегодня у нас номер 12. В 11 отрывке мы разобрались, что царь Соломоном сказал, чтобы знали мы, что есть Бог, и Он защищает и сирот, и вдов. И всех Он защищает, каждую птичку, каждое растение, все в этом мире на своем месте, все живет по его законам. Если ты пытаешься нарушить законы Бога, например, обидев сирот и забрал у них то, что им положено, то не нужно думать, что это останется безнаказанным. То есть мир так устроен, что все возвращается, все возвращается. На этом мы остановились вчера, 23 глава, 11 отрывок. И 12 отрывок сейчас, он очень важный, 12 отрывок. Здесь нам царь Соломон объясняет вообще, как учиться. То есть в этом отрывке вся педагогика современная, все тренинги, все коучинги, все, что вообще есть умного в образовании, все царь Соломон сейчас вложил в 12-13 отрывок 23 главы. Значит, сказал он в 12-м отрывке нам следующее. Авиа ля мусар лебеха. Значит, авиа это приведи к мусару свое сердце, сердце твое, вернее, это он нам дает совет, да? Приведи к мусару, к наставлению сердце твое. Ве азнеха ухо твое лимрейдат. К ухо твое приведи к словам познания. Значит, в Торе, в письменной Торе, Бог сказал, сказал Бог еврейскому народу, когда давал Тору. Он сказал так. Ве ядата айом, и узнаешь ты сегодня. То есть ты узнаешь, это интеллектуально узнаешь. Ве ашивата али вавеха, и ты посадишь на свое сердце. Теошемк у Айлаим, что Бог, он всесильный, и ни на земле, ни на небе нет другого. То есть, когда было дарование Торе, проявление Бога в этом мире, то Бог сказал, и узнаешь ты сегодня. То есть, ты это узнаешь, ты поймешь. Человек это тот, кто понимает. У кого есть слова, который понимает, что происходит, понимает, мыслит. У него есть мысли, слова, он себе объясняет. То есть, мы живем в таком очень... Каждый человек выстраивает в своем мышлении какой-то понятный себе мир. И если что-то выходит за рамки твоего понимания, ты говоришь, не понимаю, я не понимаю. Или ты говоришь, я не верю, что так может быть. Вот не верю я, что так может быть. Или ты говоришь, не понимаю. Что это значит? Это значит, что та картина мира, твое понимание, как ты веришь, что мир работает, оно не включает вот это то новое, что ты не понимаешь или не веришь. Понятно, да, идея? Теперь, это все интеллектуальная такая история. Понимаю, знаю, узнал, услышал, мне рассказали, прочитал и так далее. Это все интеллектуальные такие, как бы, построения. Да, интеллектуальные. Все построено на словах. Из слов, из конструкций, из идей, из убеждений. Это то, что можно узнать. Вот я сейчас читаю на иврите, это письменная тора, то, что написал царь Соломон. Потом я это перевожу на русский. Потом я читаю комментаторов, которые знали всю тору и которые объяснили. И теперь я пытаюсь это передать на русском языке словами, да. Это все называется услышь. Вот вторая часть двенадцатого отрывка. То есть свое ухо приведи к словам познания. Тут очень важно, каждый из нас, он мир воспринимает таким, как локатором. Ухо это как локатор такой. И человек своим локатором. Он ищет источники информации. Если ему повезет, то его ухо наткнется на источник информации, который рассказывает, как устроен мир от Бога. Это мы узнали от пророков. От пророков узнали мудрецы. Мудрецы передавали из поколения в поколение. И вот оно, на тебе. Ты локатором нашел самые мудрые слова царя Соломона. Царя Соломона, который построил первый храм 3000 лет назад в Иерусалиме. А если локатор настроился на другую волну? Например, Comedy Woman или Comedy Club. Или волна, может быть, Капитал книжка такая была. Карл Маркс был такой тоже персонаж. Или там, например, был такой еще персонаж Зигмунд Фрейд. Каждый на своей волне, каждый что-то свое выдумывал и так далее. То есть на какой локатор ты своим ухом, к какому ты присоединишься к сознанию, это важный вопрос. Так вот, в 12-м отрывке 23-й главы нам царь Соломон говорит. Авияля мусар лебеха приведи к наставлению свое сердце. Веазнехали им рейдаат. И ухо свое к словам познания. Теперь, ну, с ухом мы разобрались. То есть он советует нам прикрепить ухо к божественной торе и узнавать действительно слова познания. А что такое возьми и приведи свое сердце к наставлению? У человека внутри есть то, что царь Соломон называл сердцем, а современная психология называет подсознание, которое включает в себя это подсознание, включает в себя лимбическую систему. Это мозг млекопитающего, его так еще называют. Инстинктивный мозг – это все системы, которые работают абсолютно без участия мышления. Например, системы, гормональная система, иммунная система, система, сердечно-сосудистая система. Все вот эти вот системы, они работают без участия интеллектуальных мыслей человека. Вот человек, например, думает. Он думает, хочу, чтобы мне стало тепло. Но ему не стало тепло. То есть от того, что он думает о тепле и так далее, его физиология не меняется. Понятно, да, идея? Теперь, значит, человеком управляет вот эта его неосознаваемая система, как жесткий диск, которые у него накапливаются в течение жизни, накапливаются у него разные впечатления, разные реакции, разные эмоции. Эмоции – это как проявление его мышления. Эмоции, в принципе, делятся на два типа. Одни эмоции позитивные – это когда что-то меня радует и мне хорошо. Вторые эмоции – это эмоции негативные, когда что-то меня пугает и мне не нравится. Все это вместе называется сердце, которое в, как знаете, если сравнить интеллектуальную надстройку, да, то, что человек осознает, и сердце, то, что управляет им, его желание, то это как айсберг огромный и маленькое видно над водой. Или похоже соотношение между сердцем и интеллектом, как бык огромный такой бык, и на нем сверху сидит, пытается его объездить, такой маленький-маленький человечек, да. Теперь получается что? Получается, что говорит нам царь Соломон, смотри, если ты не научишься управлять своим сердцем через наставление, то есть, если ты не обуздаешь свою вот эту вот внутреннюю корову, да, внутреннее животное свое, то тогда, даже если ты будешь знать, как правильно поступать, оно тебе не поможет. Потому что все люди знают, что полезно делать зарядку, полезно правильно питаться, правильно и полезно, там, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Все знают, что лучше ложиться рано и вставать рано. Но, тем не менее, большинство людей от знания до дела, у них огромная пропасть, потому что их действиями управляет вот эта внутренняя корова сердца, да, то, что называется сердца, а их разум, он как бы от них отдельно, да, да, я знаю, да, да, правильно. Некоторые находят для себя такой хитрый ход, если что-то нельзя, но хочется, то есть, если корова, например, говорит, надо лежать, то человек хитрый, да, он что делает? Он находит такое интеллектуальное объяснение, чтобы оправдать свою корову эту внутреннюю. Те люди, которые хотят властвовать над своим вот этим животным, они начинают пытаться им управлять, да, то есть, они его ставят под свой контроль. Это самоконтроль, осознанность и так далее. Теперь, значит, царь Соломон нам говорит, «Авия ли мусар ли беха?» «Приведи к наставлению свое сердце». То есть, сердце, оно человека все время тащит в двух направлениях. Первое направление, куда тащит человека сердце, это кайфовать, кайфовать вообще без всяких. Еда вкусная, лежать, спать, просто бездумно смотреть какие-то ролики, то есть, просто вот так вот отпустить свою жизнь на поток «хочу». И это же приятно, даже есть психолог такой сейчас, который это оправдывает такой подход, типа «хочу и буду, живи, кайфую, кайфую». Все равно же умрешь когда-нибудь, так ты больше давай, делай то, что ты хочешь, не сопротивляйся. А второе, что хочет это внутреннее животное, это избегать любых сложностей, избегать любых напряжений, то есть, находиться в комфорте. И как бы на первом этапе, вот это вот «идти за своим хочу» и не делать то, что надо, оно вроде на первом этапе дает хорошие результаты. То есть, ты лежишь на диване, тебе хорошо, ты ешь все, что ты хочешь, тебе хорошо, ты делаешь то, что ты хочешь, и то, что не хочешь, не делаешь, тебе хорошо. Но это очень краткосрочная перспектива. То есть, ты отпускаешь свою жизнь на поводу животного, ты становишься такой, как собакой или кошкой, которая живет на поводу своего «хочу». Теперь, но если ты начинаешь делать то, что правильно, а не то, что хочу, например, человек понимает, что ему надо заниматься спортом, делать зарядку, он лежит на диване, корова лежит, не хочет, он говорит так, надо сделать зарядку, ведь это надо, надо, надо. Все, и он заставляет корову встать. Ему вначале тяжело, корова сопротивляется, потеет, корова все время хочет лечь обратно. Но человек, вот этот садник своим интеллектом, он победил эту корову, и он говорит, давай, еще один подход, еще один подход, сделай еще. И он эту корову, он ее заставил тренироваться. Оп, корова такая стала, адаптировалась, стала такая, она уже не корова, такая, как лошадь маленькая, и она так красиво бегает, прыгает и так далее. Это значит, он поставил свое животное под свой контроль. Это как бы простой пример. Но мы сейчас говорим, это же Тора, и когда в Торе Всевышний говорит, когда Всевышний говорит человеку, не забирай чужое, то есть, а вот же сироты, у них никто за них не заступится. И вот это внутреннее животное, оно не обязательно корова, оно может быть волком, оно может быть тигром, да? Вот сироты, а что значит Бог сказал? И вот здесь, для того, чтобы поставить под контроль, под контроль интеллекта, высшего интеллекта, божественного интеллекта Торы, поставить свое животное, говорит царь Соломон, притащи лямусар лебеха, притащи к наставлению свое сердце. То есть, ты должен свое сердце приучить бояться. Я вам сейчас объясню на простом примере, как это приучить сердце бояться. Когда-то я во время тренингов помогал людям избавиться от пристрастий к тем видам еды, которые для них вредны. Я вот помню хорошо одну женщину, которая, она знала, что ей вредны мучные изделия, булочки. И она знала, ей врачи объясняли, ей все объясняли. Она видела в зеркало, что ей вредны булочки, у нее было килограмм 15-20 лишнего веса. Но она не могла мимо этой булочки пройти, и каждый раз, когда она видела булочку, у нее отключалась вот эта вот ее интеллектуальная часть, и она в следующий раз приходила в себя, когда уже съедала 3-5 булочек, и потом она вспоминала, что это нельзя, и очень сильно мучилась. Что значит привести к мусару свое сердце? Я ей говорю, Ирина ее звалит, женщину, я говорю, Ирина, вот представь, просто давай сейчас, мы сделаем такую очень неприятную работу, но она тебе в дальнейшем поможет. Представь, что ты берешь булочку. Представила? Она говорит, представила. Теперь представь, что ты кусаешь булочку. Она представила. Я говорю, А теперь представь, что эта булочка превращается в битое стекло, которое режет тебе рот. И мало этого, внутри булочки оказалась блевотина. И когда она это себе представила, то ей стало, она вырвала прям на том, ее начала выворачивать. И это значит, что она в свое сердце, она испугала себя этой булочкой. То есть, понятное дело, что это было все в воображении. Но вся жизнь проходит воображение. Вся жизнь человека, она проходит в его иллюзиях, где он себе просто привык думать, что булочка вкусная, и ему ничего не будет за булочку. Также человек живет в иллюзиях, когда он думает, что можно нарушать заповеди Всевышнего, и ему ничего за это не будет. И вот в этот момент говорит нам царь Соломон, Ивияля мусар лебеха, притащи к мусару, к наставлению, притащи свое сердце. То есть, ты пойми, была катастрофа 70 лет назад, когда практически все евреи были уничтожены Европой. Но ты посмотри на до этого, на 10 лет назад, Польша, 30-е годы, более 90% еврейских детей пошли в нерелигиозные, в польские школы. То есть, более 90%. И так далее. То есть, есть наказание в этом мире за нарушение заповеди Всевышнего. И на первый взгляд, это не видно. Когда человек воруют, он не понимает, что его поймают через 10 лет, он сядет в тюрьму. А не сядет в тюрьму, так у него будут другие какие-то проблемы. Когда человек обижает кого-то, он не понимает, что даже если вот этот ему не ответит, так ему ответит кто-то другой. Точно так же, через какое-то время, все каждому будет по его заслугам, все возвращается. И 13-й отрывок, нам царь Соломон продолжает эту же тему воспитания. И он нам говорит, Аль-Тимна-Минаар-Мусар. Он говорит, не воздерживайся от Аль-Тимна, то есть, не останавливай Минаар. Наар это подросток. Подросток это до 20 лет. До 20 лет человеком управляет его, как раз внутреннее животное. То есть, это молодой человек, у него еще интеллект хорошо не работает, у него нет жизненного опыта. Он еще не побился мордой об стену, он еще живет в иллюзиях, что все будет хорошо, и что можно делать все, что ты хочешь без последствий. И царь Соломон говорит, Бог через царя Соломона говорит, не останавливай от подростка Мусар. Ти-такену, когда ты будешь бить его башевет, когда ты будешь бить его палкой, лой амут, он не умрет. То есть, когда ты наказываешь его и бьешь его палкой, он не умрет. Теперь давайте это перевернем, а что происходит с миром. Вот сейчас, например, в Израиле были последнее время прямо войны за автобусы в Шаббат. Израиль это религиозное государство. Есть статус-кво, что в Шаббат в Израиле это государственный день отдыха, потому что Шаббат евреи должны отдыхать. Буквально перед этим всем коронавирусом начали прямо демонстрации нерелигиозные. Мы будем ездить в Шаббат, трансфор будет ездить, мы будем ездить в Шаббат, нам Шаббат все равно. Вся страна сейчас стоит. И в Шаббат стоит, и в празднике стоит, и в будни стоит. Не будут в Шаббат в Израиле ездить. Но получается, что ударить палкой, Всевышний он вначале бьет палкой, но не убивает. То есть Всевышний вначале он дает указания, он показывает, смотрите, если человек забывает про Бога, то у него начинаются вот такие звоночки, звоночки, звоночки. Теперь, но, сейчас давайте перевернем опять этот тринадцатый отрывок. Те, у кого есть дети, подростки, или внутри, у кого есть вот этот подросток, нарыта, который вот так трясется, нарыта, который вот у него он еще неустойчивый. Так говорит нам царь Соломон, аль тимнаминар мусар, не останавливай от подростка вот этого мусара, его строгого наказания, кита кену бешевет луамут, если ты его побьешь палкой, чтобы его вернуть на правильный путь, он не умрет. Четырнадцатый отрывок, ата башевет такену, ты его палкой будешь бить, венавшо мишо оль татсиль, и душу его ты спасешь от смерти, от преисподней, от исчезновения. Потому что большинство тех людей, которые потом становятся преступниками, их в детстве плохо воспитывали. Их плохо воспитывали, они не поняли неотвратимость, наказания и негативных последствий за неправильные действия. Они это не осознали. Им казалось, что можно делать то, что ты хочешь, и потом за это не страдать. Но страдания в этом мире есть всегда. У всех есть страдания в этом мире. Жизнь, она так устроена, что человек рожден для труда, для работы. И если так, Всевышний устроил так мир, что человек должен заработать, в этом смысл, награды, что награда, она радует только, если она заработана. То есть, если ты поработал, а потом получил, это награда. Если тебе дали, это подачка. Всевышний не хотел давать нам подачки. Он нас посадил в этот мир, чтобы мы работали и потом наслаждались в вечности в духовном мире. В этом мире работает та же самая схема. И если ты идешь на поводу своего «хочу» и тебе приятно на первом шаге, потом приходит страдание. Если ты сумел через мусар, через наставление, свою внутреннюю корову заставить работать, и ты страдаешь, ты работаешь, ты тренируешься, ты учишь штору, ты видишь, что можно украсть, ты не украл. Дальше всегда есть награда. И эта награда заработанная. И мы уже учили, был такой отрывок, что то наследство или находка, которые приходят быстро, в них нет благословения. То, что легко дается, легко уходит и не ценится. И в этом именно смысл, весь смысл победы над собой, когда тебе тяжело дается эта победа, и тебя сильно радует эта награда. А когда все идет в жизни легко, то тебя ничего не радует. Все, мы сегодня изучили главные аспекты самовоспитания, воспитания подростков, воспитания своей внутренней коровы. В первую очередь, надо воспитывать себя, потому что даже если человек хочет измениться и жить правильно, чаще всего он не может, потому что корова побеждает, и он не понимает, как ее победить. А теперь, ну, если человек не хочет, тут тоже вот с воспитанием, когда человек не хочет, если ты его заставляешь, это сложно. Другого воспитывать намного сложнее. То есть себя воспитывать сложно, а другого это вообще еще сложнее. Все. Удачи, успехов, всем хорошего дня, самовоспитания, преодоление своей внутренней коровы. Как, теперь, вот мы изучали, кто хахам, тот, кто учится у каждого человека. А кто гибор, кто богатырь, акувешетитцро, тот, кто сумел победить свой ецерара, свое внутреннее животное, вот он настоящий богатырь, и у него в жизни будет все остальное. Победил животное, значит, ты человек. Все. Удачи, успехов, хорошего дня. Удачи.